Интеллигентное бревно. Рассказ Антона Павловича Чехова. Сценка. Архип Елисеевич Помоев, отставной корнет, надел очки, нахмурился и прочел. Мировой судья, округа, участка, приглашает вас и так далее, и так далее, в качестве обвиняемого по делу об оскорблении действием крестьянина Григория Власова. Мировой судья П. Шестикрылов. Это от кого же? Поднял глаза Помоев на рассыльного. От господина мирового судьи с Петра Сергеевича с Шестикрылова с. Угу. От Петра Сергеевича? Зачем же это он меня приглашает? Должно на суд. Там написано с. Помоев прочел еще раз повестку, поглядел с удивлением на рассыльного и пожал плечами. Пссс. В качестве обвиняемого. Забавник этот Петр Сергеевич. Ну ладно, скажи хорошо. Пусть только фриштик получше приготовит. Скажи буду. Наталье Егоровне и деточкам кланяйся. Помоев расписался и отправился в комнату, где жил брат его жены, поручик Ниткин, приехавший к нему в отпуск. Посмотри-ка себе, какую цедулу мне Петька Шестикрылов прислал, сказал он, подавая Ниткину повестку. К себе в четверг зовет. Поедешь со мной? Да он тебя не в гости зовет, сказал Ниткин, прочитав повестку. Он вызывает тебя на суд в качестве обвиняемого. Судить тебя будет. Меня-то? Пссс. Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб меня судить. Мелко плавает. Это он так, в шутку. Вовсе не в шутку. Не понимаешь ты, что ли? Тут ясно сказано, в оскорблении действием. Ты и Гришку побил, вот и суд. Чудак-то ей богу. Да как же он может меня судить, ежели мы с ним, можно сказать, друзья? Какой он мне судья, ежели мы вместе и в карты играли, и пили, и черт знает чего только не делали? И какой он судья? Ха-ха! Петька судья! Ха-ха! Смейся, смейся. А вот он как засадит тебя не по дружбе, а на основании законов, под арест, так не до смеха будет. Ты очумел, брат! Какое тут основание законов, ежели он у меня Ваню крестил? Поедем к нему в четверг, вот и увидишь, какие там законы. А я тебе советовал бы вовсе не ездить, а то и себя, и его в неловкое положение поставишь. Пусть решает заочно. Нет, зачем заочно? Поеду, погляжу, как это он судить будет. Любопытно поглядеть, какой из Петьки судья вышел. Кстати же, давно у него не был неловко. В четверг Помоев отправился с Ниткиным к Шестикрылову. Мирового застали они в камере за разбирательством. Здарова, Петюха! Сказал Помоев, подходя к судейскому столу и подавая руку. Судишь помаленьку, крючкотворствуешь. Суди, суди. Я погожу, погляжу. Это рекомендую брат моей жены. Жена здорова? Да, здорова. Посидите там, в публике. Пробормотавший это, судья покраснел. Вообще, начинающие судьи всегда конфузятся, когда видят в своей камере знакомых. Когда же им приходится судить знакомых, то они делают впечатление людей, проваливающихся от конфуза сквозь землю. Помоев отошел от стола и сел на передней скамье рядом с Ниткиным. Важности-то сколько у бестия, зашептал он на ухо Ниткину. Не узнаешь. И не улыбнется. В золотой цепи. Фу ты ну ты. Словно и не он у меня на кухне сонную агашку чернилами разрисовал. Потеха. Да не что, такие люди могут судить. Я тебя спрашиваю, могут такие люди судить? Тут нужен человек, который с чинами, солидный, чтоб, знаешь, страх внушал. А то посадили какого-то и на суди. Хе-хе. Григорий Власов вызвал мировой. Господин Помоев. Помоев улыбнулся и подошел к столу. Из публики вылез малый, в поношенном сюртуке, с высокой тальей, в полосатых брючках, надетых в короткие рыжие голенища и стал рядом с Помоевым. Господин Помоев начал мировой, потупя глаза. Вы обвиняетесь в том, что оскорбили действием вашего служащего. Вот Григория Власова. Признаете вы себя виновным? Еще бы. Да ты давно таким серьезным стал. Хе-хе. Не признаете? Перебил его судья, ерза от конфуза на стуле. Власов, расскажите, как было дело. Очень просто-с. Я у них, изволите ли видеть, в лакеях состоял. В рассуждении как бы камельдинер. Известна наша должность каторжная, ваше высокоблагородие. Они сами встают в девятом часу, а ты будь на ногах чуть свет. Жилет. Бог их знает, наденут ли они сапоги или щеблеты, или, может, целый день в туфлях проходят. Но ты все честь, и сапоги, и щеблеты, и ботинки. Хорошо-с. Зовут это они меня утром одеваться. Я, известно, пошел. Надел на них сорочку, надел брючки, сапожки, все как надо. Начал надевать жилет. Вот они и говорят. Поддай, Гришка, гребенку. Она, говорят, в боковом кармане, в сюртучке. Хорошо-с. Роюсь я это в боковом кармане. А гребенку словно черт слопал. Нету. Рылся, рылся и говорю. Да тут нет гребенки, Архип Елисеич. Он нахмурились. Пошли к сюртуку и достали оттуда гребенку. Но не из бокового кармана, как велели, а из переднего. А это же что? Не гребенка, говорят? Да тык меня в нос гребенкой. Так всеми зубцами и прошлись по носу. Целый день потом кровь из носа шла. Сами, изволите видеть, весь нос распухший. У меня свидетели есть. Все видели. Что вы скажете в свое оправдание? Поднял мировой глаза на Помоева. Помоев поглядел вопросительно на судью, потом на Гришку, опять на судью и побагровел. Как я должен это понимать, пробормотал он. За насмешку? Тут никакой над вами насмешки нет, заметил Гришка. А вам по чистой совести. Не давайте воле рукам. Молчи, застучал Помоев палкой о пол. Дурак, шуваль. Мировой быстро снял цепь, выскочил из-за стола и побежал к себе в канцелярию. Прерываю заседание на пять минут, крикнул он по дороге. Помоев пошел за ним. Послушай, начал мировой, всплескивая руками, скандал ты мне устроить хочешь, что ли? Или тебе приятно слушать, как твои же кухарки-далакеи в своих показаниях будут тебя чистить, осла этакого? Зачем ты приехал? Без тебя я не мог дело решить, что ли? Я же у него и виноват, растопыл руки Помоев. Сам комедию это устроил и на меня же сердится. Посади этого Гришку под арест и... и все. Гришку под арест. Тьфу! Каким дураком был ты, таким и остался. Но как же это можно Гришку под арест? Посади, вот и все. Не меня же сажать. Прежние времена теперь, что ли? Гришку он побил и Гришку же под арест. Удивительная логика. Да ты имеешь какое-нибудь понятие о теперешнем судопроизводстве. Отродясь я не судился и судьей не был. А так я понимаю, что явись ко мне с жалобой на тебя этот самый Гришка, я так бы его с лестницы спустил, что и внукам запретил бы жаловаться, а не то, чтобы еще позволять ему замечания свои хамские делать. Скажи просто, что насмеяться хочешь, прыть свое показать. Вот и все. Жена, как прочла повестку, да как увидала, что ты всем кухаркам и скотницам повестки прислал, удивилась. Не ожидала она от тебя таких штук. Нельзя так, Петя. Так, друзья, не делают. Но пойми же ты мое положение. И Шестикрылов принялся объяснять помоеву свое положение. Ты посиди здесь, кончил он, а я пойду и заочно решу. Ради бога, не выходи. Со своими допотопными понятиями ты такое ляпнешь там, что чего доброго придется протокол составлять. Шестикрылов пошел в камеру и занялся разбирательством. Помоев, сидя в канцелярии за одним из столиков и перечитывая от нечего делать свежеизготовленные исполнительные листы, слышал, как мировой склонял Гришку к миру. Гришка долго-то порщился, но, наконец, согласился, потребовав за обиду десять рублей. Ну, слава богу, сказал Шестикрылов, входя по прочтении приговора в канцелярию. Спасибо, что дело так кончилось. Словно тысяча пудов с плеч свалилось. Заплатишь ты Гришке десять рублей и можешь быть спокоен. — Я? Гришке? Десять рублей? — обомлел Помоев. — Да ты в уме! — Ох, ну да ладно, ладно, я за тебя заплачу, — махнул рукой Шестикрылов, поморщившись. Я из сто рублей готов дать, только чтоб не заводить ни удовольствий и не дай бог знакомых судить. Лучше брать, чем Гришек бить, приезжай всякий раз ко мне и лупи меня. Это в тысячу раз легче. Пойдем к Наташе есть. Через десять минут приятели сидели в апартаментах мирового и завтракали жареными карасями. — Ну, хорошо, — начал Помоев, выпивая третью. — Ты, Гришке, десять рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую упек? — Я его не упекал. — За что же его? — Как за что? — вытаращил глаза Помоев. — А за то, чтоб жалобы не подавал. Не что он смеет на меня жалобы подавать. Мировой и Ниткин принялись объяснять Помоеву, но он не понимал и стоял на своем. — Что ни говори, а не годится Петька в суде, — вздохнул он, беседая с Ниткиным на обратном пути. Человек он добрый, образованный, услужливый такой, но не годится, не умеет по-настоящему судить. Хоть жалко, а придется его на следующее трехлетие забастовать. — Придется! Спасибо, что дослушали до конца. Если запись вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.